Илья Пономарёв Председатель Съезда Народных Депутатов Российской Республики Российский политик, который единственный поздравил Ахмеда Закаева Когда Верховная Рада Украины признала территорию Чеченской Республики Чечкирьевременно оккупированной И это единственный российский политик, который помогает физически и всем, чем может и политически, сбройным силам Украины Илья, как так получилось, что ты в одиночестве? Почему среди этого сона русских либералов, интеллектуалов ты оказался в одиночестве? Здравствуйте, дорогие друзья Я думал, что будет беспроводливо сказать, что я в одиночестве Это неправильно, но есть другие россияне, которые занимают нормальную оппозицию Я хотел бы начать с другого Каждый раз, когда мы начинаем говорить про российскую оппозицию Я всегда с ужасом шел какого-нибудь еще нового интервью Ходорковского Он что-нибудь скажет, а не оправдывается Кто-нибудь там доживет очередной бутерброд И объяснять его состав, с чем он там был И это все происходит от того, что у нас обобщение Вот я рискну сделать обобщение в другую сторону С моей точки зрения, есть война Война империалистическая С точки зрения России, это война колониальная Значит, все граждане российской федерации автоматически Вне зависимости от того, есть у них вина за эту войну Или нет у них вины за эту войну Но есть за это ответственность по принципу гражданства По принципу паспорта Потому что это армия, за которую все платили налоги и автоматически Это президент, которого избирала страна в результате каких-то процедур Которую кто-то нравился, не нравился Кто-то голосовал за этого президента, не голосовал за этого президента Но его же инстерплея, тем самым общество согласилось с результатами этих выборов Тем самым оно несет ответственность за его шаги То есть также, как оно несет ответственность за решение парламента Вне зависимости от того, опять-таки, кто за кого там голосовал За какую фракцию и все прочее И в этой ситуации принцип, который очень часто говорят российские либералы Про презумпцию невидомности, он не работает Как раз существует обратный принцип, презумпция невидомности Все граждане страны агрессора, как принято говорить, в Украине Но если кто-то действительно против этого, он должен это доказать И очень многие стоны, которые говорят представители российской генеральной интеллигенции в Европе Мы же уехали, мы же там больше не платим денег внутри России Мы же не пошли в армию Необычным говорим, ну если вы действительно считали нормальным пойти в армию, остаться То, может быть, вы зря уехали И о чем тогда у нас вообще идет эта самая дискуссия На самом съезде народных депутатов, мы постарались, мы стараемся вообще действовать по правилам И мы постарались сформулировать правила для, в частности, людей, которые говорят, мы оппозиция Это три простых действия Прекращаем поддерживать войну, платить налоги, участвовать в органах управления Там, значит, и по другим образом Понятно, что находить в армию, значит, работать на военных производствах То есть мы никаким образом не поддерживаем войну Второе, мы громко говорим о том, что мы против этой войны Третье, мы помогаем Украине, делаем какое-то действие Не всем идти в ряды регионов свободы России и РДК То есть не все к этому готовы Но все могут сделать хоть что-то Кто-то может мелкую денежку дать, а может и не мелкую Кто-то может гуманитарные вопросы решить А кто-то может и поиск под откос пустить, находясь внутри России У каждого свой путь Но главное, чтобы это был путь действия, а не созерцания и стона о том, как, соответственно, плохо жить Если ты сопротивляешься, то ты сохраняешь свою честь Если ты не сопротивляешься, можешь говорить сколько угодно И есть тоже большое количество людей, россиян, которые говорят, мы против этого Там мы это не придерживаем, некоторые говорят, очень громко Слова такие, что я завидую, каким образом они это формулируют Но при этом ничего не делают А если они ничего не делают, то зачем ты это опять не говоришь Когда только себя представляешь Не для чего Главное, главный критерий Это должно быть действие Именно поэтому мы даже стараемся сейчас извлечь Есть оппозиция, есть сопротивление Сопротивление, то, что сопротивляется Это действие Оппозиция, то есть это статичная история А сопротивление, это то, что подразумевает какое-то действие Вот это является самым важным С точки зрения взаимоотношений Мне кажется, что Зачем разбираться в сортах разных россиян Ну, они действительно есть разные С разными взглядами Кто-то лучше, кто-то хуже Это же не бинарное, хорошее, плохое и так далее Есть полезные и бесполезные Есть люди действия, есть люди бездействия Вот это, что является главным критерием Поэтому я призываю в наших отношениях Выстраивать их с теми, кто действует А про всех остальных не думать Это страна, с которой, к сожалению, приходится бороться И кому, как не чеченскому народу знать Как эту борьбу организовывать И тогда были люди, которые совершали действия И честь им и хвала Ну, и тогда было подавляющее большинство Которое бездействовало А некоторые, которые сейчас говорят о позиции Они, наоборот, даже помогали Соответственно, противоположной стороне Совершать военные преступления И мы все знаем, значит, про кого мы говорим И сейчас это продолжается то же самое Мы тогда не выучили этот урок И сейчас он, соответственно, продолжается Поэтому я призываю быть едиными в действии И вместе добиться победы Которая сделает все народные свободы И народ Ичкерии И народ Черкесии И народ Якутии И народ Бурятии И русских Без всякого сомнения Спасибо Спасибо большое Я хочу поблагодарить сейчас еще человека Который очень много сделал Для восторжествования правды о независимости Чеческой республики Ичкерия Это Анна Фатыга Thank you very much Thank you very much И наш гость, которого я большой-большой радостью представляю Это Павел Строилов Глава общества Наследия Владимира Буковского Мы очень рады вас здесь быть И для начала я хочу вспомнить Как в недавнем интервью Ахмед Закаев, премьер-министр Чеченской республики Ичкерия Сказал, что было всего два человека Россиян Которые давно уже Признавали независимость Чеченской республики Ичкерия Это Александр Литвиненко И Владимир Буговский Как вы думаете, что сегодня сказал бы Владимир Буговский про русскую оппозицию? Спасибо Господин премьер-министр, дамы и господа Для меня большая честь и удовольствие быть снова гостем на этой конференции Последний раз я был с вами 9 лет назад Как я помню, мы тогда отмечали 10 лет годовщину Убийства Аслана Масхадова И также буквально, я думаю, за несколько, там, пару недель до этой конференции Был в Москве убит Борис Ефимович Немцов Он должен был приехать и стоял, как вот на панели пустой стул с табличкой Борис Немцов Он должен был приехать и был убит как раз незадолго до этого И тогда я поделился той мыслью, которая тогда у меня возникла Что это вообще, вот эти убийства, они оба, там есть исходства и они знаковые Потому что убив Аслана Масхадова, Москва этим вот убила последнюю надежду На то, чтобы конфликт между Россией и Чечнёй разрешился миром, переговорами А убив Бориса Немцова, Крепль этим убил последнюю надежду на мирную смену власти в России на демократию И вот это вот мы двигались, так мне тогда чувствовалось, я вижу, что был прав, мы двигались к каким-то войнам, революциям Уже не к таким цивилизованным, уже менее цивилизованным и мирным парадигмам отношений Было тяжелое тогда время, в принципе, многое изменилось с тех пор И к лучшему, и к худшему Но вот момент, про который меня и Ирина спросила, и момент, который хотелось вспомнить, безусловно, большая потеря Это смерть Владимира Константиновича Буковского, которого многие из вас, я уверен, помнят как большого друга хищенского народа А для нас, я уже боюсь использовать термин, скажем так, для российских, русских демократов Это потеря не только политического лидера и не только большого морального авторитета Но вот еще именно его важность была также как мыслителя Он был тот человек, у которого был и ум, и культура для того, чтобы сформулировать стратегию И вот когда нужны мозги, то тогда российская оппозиция шла к Буковскому, спрашивать, что делать Ну, если они действительно хотели честно понять ответ на это И его мысли, сейчас очень, и его опыта Сейчас, когда как раз решается судьба, будущее, что придет на смену той России, которую мы знаем И будущее, и Европы, и мира, и Чечни, и Украины, очень не хватает И я вспоминаю то, что Владимир Константинович рассказывал Он же был очень близко наблюдал в Советском Союзе в 60-е и 70-е годы Сначала, когда развивалось движение за права крымско-татарского народа И за возвращение крымских татар в Крым Оно вот возникло раньше, на его памяти, раньше никто не слышал про крымских татар Или очень мало кто знал А вдруг это стало очень большим фактором в советской жизни и мировым фактором Потом, в скорости после этого, также он был очень-очень близок к движению евреев за право на выезд в Израиль Потом он сидел в пермских политических лагерях, где вместе с ним сидели Там у них, это были именно только политические заключенные И они так и делились по национальностям Там были и украинцы, у них был там свой совет, там были украинцы и русские, и чеченцы, и литовцы, и так далее И вот как он очень рассуждал о том, что этот опыт дал ему понимание, что вся эта советская империя Вот она так и состоит из таких вот лоскутов Крымские татары, евреи, чеченцы, другие-другие там народы Где-то среди них русские тоже есть, но это не совпадает даже с делением административным на 15 республик Или даже сколько там было автономных и так далее Вообще нет вот это вот все российское государство, как бы, или там российский, советский народ В этом есть большая мифология, нет единого такого народа Каждый из нас, в общем, он там поскребешь, он окажется кто-то И, в принципе, о том же, надо сказать, в принципе, книга другого великого политического мыслителя 20-го века Более предыдущего поколения, Абдурахмана Афтарханова «Империя Кремля» О том, как это устроено Ну, кто читал, тот знает И, знаете, когда есть вот это понимание, я себя считаю учеником Буковского И когда есть вот это понимание реальных народов, которым не посчастливилось оказаться под властью Кремля и этой вот луганской преступной группировки То, как бы, это вот понимание, что какие их надежды, какие их нужды и уважение к этим народам Вместо какой-то книжной схемы, то совершенно по-другому начинаешь видеть мир И, с одной стороны, ты избавляешься от этой имперскости, да, в сознании, которым многие страдают И, с другой стороны, провинциальности, что другая сторона одной моменты такая есть Вот то, что там будущее России – это все, а что происходит вокруг в мире, ну, это там только потому важно, как это влияет на Россию И вот этого нам сейчас не хватает Я не хочу называть имен, безусловно, потому что сейчас вся, как бы, Российская, так, Хороший Русский только тем занимается в социальных сетях Доказывая, что другой Хороший Русский, он недостаточно хороший И, как бы, так друг друга, поэтому не будем Но, в принципе, только упомяну только одно, что кое-какие вещи, которые, как бы, люди из российских демократов, из оппозиции Что они говорили по национальным вопросам, скажем, о Крыме, о Чечне, но бывает, в принципе, стыдно и слушать, и вспоминать И даже и сейчас, вот говоря о будущем России, тоже, в принципе, абсурд Даже если, ну, Илья Пономарев поправит, если мне кажется, даже среди тех, кто сражается с оружием в руках на украинской стране Но все равно звучит вот среди российской оппозиции фраза «Единая неделимая Россия» как цель И это, ну, слушайте, мы, Россия, Россию погубил этот лозунг Вот этот лозунг, на нем мы проиграли гражданскую войну, большевистской нечисти, чекистской нечисти Россия погибла на этом Если бы мы только не уперлись в эту единую неделимую, мы могли объединиться и с украинцами, и с поляками, и с чеченцами Мы бы задавили этих бандитов, но это было бы... Россия жила бы, а не сейчас бы мы говорили об ее восстановлении Поэтому, конечно, ну, про это просто... как? Это просто какая-то, я не знаю, мы... осталось, ну, даже трудно объяснить как Но вот это вот то, чего, конечно, если бы мы... был бы Буковский жив, я надеюсь, он бы с этим мог как бы лучше поспорить Просто, чтобы было понятно, кто он, что такое, и вот что семья, какая семья Первая война, первая война 95-96-го У Павла Страилова есть брат Юсуп Сколько ему лет сейчас? Ему сейчас 44 44 года его брату Юсупу Запомнили имя Юсуп? Да Как появилось Юсуп, имя Мерсиме? Этот подросток, он смотрел по телевизору, когда показывали войну в Чечне Там показывают чеченцов, там дьют, там это самый, бомбер Он зашел и говорит, что это такое? Так как это чеченцы А ты, он где-то нашел имя Юсуп И сказал, что с этого дня я чеченец Называйте меня Юсупу И вот этот Юсуп сегодня живет в Лондоне Так это его брат Можно я добавлю? Извините, что немножко еще отвлекал, но я хотел бы напомнить Это, в принципе, тоже важная вещь Потому что у нас есть традиция Благородная традиция В разговоре 200 лет за вашу и нашу свободу И, в принципе, так Ну, я из такой семьи, как вы за это рассказывали И я еще вот сейчас вспоминал Потому что сейчас же будет 30-е годовщина вторжения И я вот сейчас буквально вспоминал даже со своей матушкой Она была датурналистом в Москве И вот после этого вторжения Она написала статью в газете «Экспресс-Франима» Открывалась она цитация Из Александра Галича Снова-снова Снова Среди властности Конфон Борны Пури в столе Граждане Отечества опасности Граждане Отечества опасности Наши танки на чужой земле И дальше она продолжала Что Чечня Чечня и чужая земля Мы все знаем это Кто Вообще Достаточно прочитать Рассказ Толстопа Аджимура И тогда Вот нам традиции Сказали Велеве Когда в эти дни Когда начинали прочитать Аджимура И исходя из этого Уже надо знать С чем менее дело ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok